Привет, обитатели интернета и мобильных сетей! Вы смотрите droider.royd, обзоры без правил, и сегодня наш главный герой это новый флагман компании Sony, который называется Sony Xperia S, флагман из разряда смартфонов, разумеется. Вот так вот он выглядит. У нас белый вариант телефончика, есть еще и черный вариант, они оба очень симпатичные. Первое, что хочется выделить в этом гаджете, это дизайн. Честно скажу, два человека, проходя мимо меня с соседним смартфоном в руках, знакомых, говорили, вау, что это за штука, дай-ка посмотреть. Действительно дизайн необычный и очень интересный. Снизу мы видим вот такую прозрачную полоску, на которой нарисованы три логотипчика кнопочек, и под этой полоской еще вот такой вот пластиковый блок, который, в общем, здорово выделяет этот гаджет, и он смотрит совершенно необычным по сравнению с другими смартфонами, это правда. Но есть и минус у этого блока, он имеет тенденцию после нескольких недель использования уже немножко колебаться, особенно если его начинаешь сам теребить, это бывает. И я предполагаю, что если пользоваться им в течение года, он может действительно немного расшататься. Еще одна вещь, которую сразу хочется сказать об расположении кнопок и об этом дизайне, то что сами кнопки сенсорные, они находятся вот здесь, где три маленьких точечки, и интуитивно, когда пользуешься ими, хочешь нажать именно на иконки, но нужно нажимать на эти точечки, и действительно очень непросто привыкнуть, иногда промазываешь, промаживаешь, попадаешь мимо, и вместо того, чтобы попасть в эти точки, попадаешь в иконки. Вот такой вот сразу минус хотел бы я кинуть в огород этого смартфона. Давайте смотреть на него дальше. В общем, вот такой вот он прямоугольный весь из себя. Я хочу предложить взглянуть на него вот в таком ракурсе. Видим, что нижняя часть немного выгнута, задняя часть, точнее сказать, этого смартфона. И давайте смотреть теперь на все остальное. Тут есть фронтальная камера, это динамик. Сзади у нас есть основная камера, 12 мегапикселей, целых 12 мегапикселей. Со вспышкой это обычный динамик для спределения музыки и всевозможных звуков. Крышка выполнена из пластика. Она открывается очень элегантно, мне это очень нравится. Вот так вот взял, вверх поднял, потянул, и она открылась. Действительно прикольное стильное решение. Так, как закрыть? Закрыть. Все, закрылась. Опа-опа. Также снизу у нас есть классический логотип Sony Ericsson, который, видимо, теперь становится логотипом Sony Mobile. Сверху мы имеем кнопку включения, разъем для наушников. Кнопка включения стала намного удобнее по сравнению с линейкой прошлого года, особенно по сравнению со смартфоном Sony Ericsson Xperia Arc. Она наживается очень удобно. Есть отчетливый щелчок, который слышен и который чувствуется пальцем. Это приятно. Тут рядом еще маленькая иконочка такая, выгравирована. Действительно прикольно смотрится. Смотрим, что тут еще есть. Есть разъем HDMI, спрятанный за шторкой. Есть регулировка громкости, которая также выступает и в качестве кнопок зума в камере. Есть, собственно, кнопка для самой камеры. Еще раз про камеру хочу сказать, что она действительно крутая. Особенно в режиме ручной настройки она очень хорошо снимает. И видео она хорошо снимает. И еще там встроена, используется технология Exmorar. С другой стороны мы имеем за шторкой разъем microUSB. Давайте уж открою его, рассказал. Вот тут он спрятан. Но нет у нас разъема для microSD карточки, потому что microSD карточки не поддерживают этим устройством. А все потому, что тут есть встроенная память, аж целых 32 гигабайта. Другого типа памяти нет. Объема памяти в этом устройстве нет. Так что, если будете брать этот гаджет, то придется брать со всеми 32 гигабайтами. Что еще хочется сказать? Хочется сказать про процессор. Он двухъядерный, произведен компанией Qualcomm и имеет тактовую частоту 1,5 ГГц. Про дисплей сейчас все расскажу. Ну, а по остальным характеристикам вроде бы все. Аккумулятор 1750 мАч и толщина почти 11 мм, 10,6 мм. В общем, такая не самая маленькая толщина. Про корпус хочется сказать отдельно, что он, конечно, великоват. Великоват. Сейчас я достану Samsung Galaxy Nexus. Вот они, два рядом этих устройства, два флагмана. Видно, что Galaxy Nexus чуть-чуть больше по высоте. Ну, хотя... Нет, ну, заметно больше по высоте. И больше по ширине. Но все равно не настолько. И углы у него закруглены. При том, что здесь диагональ экрана 4,65 дюйма, а здесь 4,3. То есть здесь достаточно много дополнительного пространства вокруг экрана есть. Давайте я включу экран, чтобы было это видно. Вот, давай экраном. Но, раз я сейчас заговорил об экране, сразу перейдем и к нему. Экран здесь 4,3 дюйма, и он имеет разрешение HD, то есть 1280 на 720 пикселей. Это самый высокий PPI, то есть количество точек на дюйм, который сейчас есть в смартфонах. Он равен 3,342 пикселям на дюйм. Это очень хороший PPI, очень высокая четкость картинки. Действительно хочется отдельно похвалить компанию Sony. Экран очень яркий, очень красивый, сочные цвета. В общем, все здесь здорово. Стоит Android версии 2.3. Внимание, не четвертый Android. К сожалению, но обещают нам скорое обновление. Может быть, на момент, когда мы уже выложим обзор, это обновление будет, и информация будет мне актуальна. Я бы очень этого хотел, потому что смартфон этого заслуживает. Заслуживает последнюю версию Android. Но зато этот Android напихан всевозможным стаффом от Sony по полной программе. Здесь очень много встроенных приложений. Все интерфейсы изменены, адаптированы. Здесь есть такая фишка, как темы. Можно менять цветовое оформление собственно вашего экрана. Сейчас стоит синенькая такая темка. А есть здесь и несколько других. Вот сейчас я их полистаю. Смотрите, есть бирюзовая, белая, зеленая, фиолетовая, розовая, желтая. Все назвал. Вот. Мы видим, что здесь очень красивые живые обои. Сзади летают. Но должен отметить, что интерфейс немножко подлагивает. Хоть с живыми обоями, хоть и не с живыми обоями на самом деле. Но не критично. Не очень сильно это раздражает, я бы сказал. Виджеты. Очень хочу отдельно рассказать про виджеты. Здесь совершенно прекрасный виджет погоды. Смотрите, как он раскрывается, когда на него нажимаешь. Это очень красиво. Просто можно нажимать для того, чтобы посмотреть. Даже если неинтересно узнать погоду, просто поднять себе настроение. Нажал, настроение поднялось. Аналогичным образом открывается виджет с настройками. Тоже вот так вот он красиво разлетается. И еще один виджет, который мне лично очень нравится. И я считаю очень полезным. Называется TopContacts. Здесь выводятся те контакты и те люди, с которыми вы чаще всего общаетесь. Посылайте им смски и звоните. То есть, действительно, на самом деле, это те люди, с которыми вам нужно чаще всего связаться. И поэтому вы не будете тратить время на поиск записной книжки. Просто откройте этот виджет и нажмете на кого-нибудь. Сможете ему сразу позвонить или отправить смску. Это действительно удобно. В Android Market нет таких виджетов. Я искал. Мне он действительно нужен. Список приложений выглядит вот таким образом. Здесь можно в разном порядке расставлять эти программы по алфавиту или по дате установки. Или в своем порядке. Из программ предустановленных что хотелось бы выделить? Контакты, сообщения. Ну, в общем, здесь достаточно традиционно хочется выделить плеер. От плеера впечатление двояко. У него есть прикольный виджет. Он сам выглядит очень красиво. Здесь вот так вот отображаются картинки альбомов. Можно их перелистывать. Выглядит очень эффектно и симпатично. Но есть одна вещь, которая меня сильно очень расстроила. Чтобы включить шаффл в плейлисте, оказывается, нужно нажать кнопку меню, нажать в случайном порядке и потом еще вот сюда тыкнуть. Это неудобно. Как-то это все неинтуитивно и неправильно. Надо сделать вот здесь вот одну такую кнопочку, шаффл, как во всех человеческих плеерах. Но в остальном плеер прикольный. Он красивый. Смотрите, тут есть дорожки, альбомы, исполнители. Все тут есть. Симпатично сделано. И, честно говоря, вот эта вот немного такая хитрость и сложность интерфейсов, она в некоторых других программах тоже прослеживается. Ну, например, в приложении сообщения. Есть тут старая болезнь Sony Ericsson, которая передалась и Sony. Ну, например, чтобы добавить адресата, что нужно сделать. Кому опишите сообщение. Нужно нажать сначала кнопочку добавить, потом выбрать его, потом он просто отметится галочкой, нажать готово, и только после этого вы добавили. Это тоже долговато и не очень удобно. Ну, в остальном, в остальном все здесь очень красиво и действительно нравится. Тут есть виджет с линией ваших обновлений социальных сетей. Можно подключить и Twitter, и Facebook. тут есть кнопочка обновить, можно читать. В общем, если не хочется использовать дополнительные приложения, для этого все тут есть, все предустановлено. Есть часы, которые сразу открывают будильник, и тут есть еще мировое время, секундомер, таймер, в общем, все по полной программе. Тут понапихано. Ну, и давайте теперь перейдем к камере. Для камеры, как я уже говорил, есть отдельная кнопка, и одна из главных фишек, которую позиционирует Sony, это быстрый запуск камеры из заблокированного состояния смартфона. Что нужно сделать? Нужно зажать эту кнопку, и вуаля, мы уже видим интерфейс камеры, запустил действительно быстро, это правда. И тут есть опция, которую вы только что наблюдали, чтобы снимок делался автоматически, сразу после зажатия этой кнопочки. Можно, конечно, ее отключить, то есть просто, чтобы запускалось приложение камеры, а потом вы сами делаете снимок, как угодно будет. Тут есть переключатель для видео, в общем, все стандартные фишки, и достаточно много настроек. Вот они тут все. Настройки можно выбирать, какое видео, какую картинку вы хотите поиметь с вашего смартфона. В общем, большое разнообразие и большие бонусы ждут любителей фотографии, которые приобретут этот смартфон. Что ж, по приложениям и по прошивке, пожалуй, все, что хотелось сказать. Еще раз хочется отметить все минусы данного устройства. Пробежимся по ним. Это громоздкость и острые углы самого корпуса. Неудобно дотягиваться до экрана, особенно, если держишь вот так вот телефон в одной руке. Правда, неудобно. Вот этот угол упирается в руку, и не всегда вы легко можете дотянуться до той части, которая вам нужна. Потом хочется сказать про сенсорные кнопки. Ну, это я уже говорил. Android, мы надеемся, скоро он обновится. И, пожалуй, на минусах с этим все. Теперь переходим к плюсам. Это стильный, красивый, уникальный дизайн. Да, еще раз посмотрели, покрутили. Кому нравится, кому не нравится, мне лично нравится. Это, конечно же, отличная камера 12 мегапикселей. И это превосходный экран. Экран HD разрешения и с очень, ну, не с таким большой диагональю, 4.3 и с HD разрешением. И самый большой бонус, который мне кажется самым важным в этом смартфоне, это его цена. Официальная цена этого флагманского смартфона, то есть это лучший смартфон Sony, который сейчас можно получить на рынке. Официальная цена начинается от 21 тысячи рублей. Это намного ниже, чем у всех конкурентов, которые уже представили и которые представят летом в свои смартфоны. Ну, а серый смартфончик из-за рубежа без гарантии можно приобрести от 16 тысяч рублей. Ну, и напоследок, давайте посмотрим, как работает технология NFC, потому что технология NFC, которая начинает сейчас появляться в разных смартфонах, мы посмотрим, как она работает на этих двух девайсах, потому что у них обоих есть NFC. Попробуем их немножечко подружить. Попробую-ка я с Nexus'а передать интернет-страничку. Так, и нажать. Все, полетело. Сейчас придет. Вот. Вот так работают технологии NFC. На самом деле, просто хотелось показать, как она функционирует, потому что немногие еще представляют, что она себе представляет и как, что при помощи нее можно делать. Ну, собственно, я сейчас взял, приложил один телефон к другому и отправил по беспроводной связи, по NFC, адрес интернет-страницы, которая была открыта на первом из них. Кстати, в комплект с этим смартфоном Sony Xperia S идет три смарт-тега. Это такие маленькие кругляшки, к которым вы можете привязывать различные настройки, различные профили телефона и класть их дома, на работе, в машине, в каких-то других местах. Пришел, приложил к этому кругляшку и у вас включился соответствующий профиль. Профиль очень интересная, перспективная вещь. Вот о ней тоже надо было сказать. В остальном обзор закончен. Спасибо этому девайсу. Он действительно производит хорошее впечатление по совокупности всех факторов. Цена, качество сборки, качество выполнения, дизайн, прошивка. Ждем обновления. Минусов не так много. Это был Sony Xperia S. Обзор подготовили Борис Витенский и Валерий Истишев для сайта Droid.ru. Спасибо, что посмотрели. Валерий Истишев